Всем привет. Не так давно на одном некомпетентном канале вышел видос с рейтингом видеокарт GTX 1060. Он призван помочь многим определиться с их выбором, но проблема этого видео, как и пожалуй многих других с этого канала, заключается в том, что в нем множество ошибок, неправильных истолкований и просто море откровенного бреда. Поэтому я решил сделать свой рейтинг, который действительно поможет вам выбрать достойную видеокарту. Признаюсь вам заранее, из 10 поколения видеокарт GeForce я протестировал почти все GTX 1080 и 1080 Ti и даже 1050 Ti, но карточки 1060 я не тестировал. Все данные я собрал из множества источников в сети и аккумулировав их, поддал своему критическому анализу, основываясь на 17-летнем опыте работы с компьютерным железом. Как вы все знаете, чипы и память одинаковые у всех видеокарт, разнятся же карты с системами питания и охлаждения. Если вы ничего не знаете про систему питания видеокарт, то я рекомендую вам посмотреть моих два видео «Вся правда про фазы питания». Специально для этого рейтинга я разработал свою особую оценку качества той или иной видеокарты. Систему питания я оценивал не сколько по элементной базе, так как в целом она или идентична, или схожа по качеству у разных брендов, а в основном по ее эффективности. В понятие эффективности я вкладываю два основных принципа работы многофазовых систем питания, которые применены в видеокартах. Первый это эффективная борьба с таким негативным эффектом преобразования напряжения как пульсация. Для тех кто ленивый и не посмотрел мои видео про фазы, объясню вкратце. Чип и память не питаются напряжением 12 вольт, которые приходят из блока питания на видеокарту. Им нужны напряжения в районе 1-2 вольта. Поэтому в видеокартах для понижения напряжения применяются импульсные преобразователи понижающего напряжения, а пульсация это негативный побочный эффект этого преобразования. Так вот, конечно же чем больше фаз, тем лучше эта система питания борется с негативным явлением, но все должно быть в рамках разумного конечно же. Для современных реалий разумным я считаю минимум 5 фаз для эффективной борьбы с этим явлением. Вторая функция многофазовой схемы питания это эффективное распределение нагрузки по элементам, для уменьшения тепловых потерь и снижения требования к системам охлаждения этих цепей питания. Поэтому я вывел свое правило оптимального распределения нагрузки по питанию. Это одна линия питания или фаза на каждой 20 ватт потребляемой мощности процессором или видеокартой. Здесь нужно сделать уточнение и сказать, что не нужно путать энергопотребление и тепловыделение, которое также измеряется в ваттах. Просто для видеокарт GTX 1060 они примерно равны. TDP равно 120 ваттам, а потребляемая мощность 120-130 ватт. Иногда чуть больше и это зависит от разгона или от эффективности системы охлаждения. Такое потребление означает, что оптимальным количеством фаз питания для GTX 1060 будет шесть, одна фаза питания на память и пять на GPU. Поэтому систему питания в видеокарте оценивал по следующему принципу. Если у видеокарты 5 фаз питания на GPU, то это норма и она получает 0 баллов. Если больше чем 5 фаз, то это плюс 1 балл за каждую дополнительную фазу и если меньше, то минус 1 балл за каждую отсутствующую. Что касается систем охлаждения, то здесь все еще сложнее. Так как карты GTX 1060 не так требовательны к системам охлаждения как топовые, то разные производители по-разному подходят к вопросу охлаждения. Некоторые выпускают действительно классный продукт, а некоторые выпускают такой дешман, что он не достоин появляться на рынке. Оцениваясь системой охлаждения по трём критериям. Первый, это размеры системы охлаждения, точнее даже не систем, а радиаторов. За это он мне брал размеры соизмеримые с размерами радиаторов средних по величине карт. Все что больше получало плюс 1 балл, а все что меньше минус 1 балл. Второй критерий, это материал. Если большая или основная часть была выполнена из алюминия, даже несмотря на вставки с медными тепловыми трубками или какие-то там другие примочки, то такая система получала 0 баллов. Но если радиатор выполнен из меди, то это плюс 1 балл. И третий критерий, это количество охлаждаемых основных элементов. Здесь нужно сделать одно важное замечание для 95% людей. Ту температуру, что вы видите в той или иной утилите, это температура не всей видеокарты, а только встроенного в GPU датчика. На данный момент только у видеокарт EVGA с системами охлаждения ICX есть температурные датчики по всей плате. Итак, что я имею ввиду под количеством охлаждаемых основных элементов. Если радиатор охлаждает только чип, то он выполняет задачу минимум. За такое он не получает дополнительные баллы. Но если же охлаждаются два основных элемента, к примеру чип и зона VRM, то такая система охлаждения получает плюс 1 дополнительный балл. Ну а если же охлаждаются и чип, и VRM и память, то это плюс 2 балла. Знаю, что найдутся эксперты, которые скажут, что память не нужно охлаждать. И ими окажутся те же эксперты, которые говорят аналогично и про VRM. Но я не рекомендую на них обращать внимание. В конце видео я наглядно покажу вам, почему важно распределять нагрузку по системе питания и что не всегда хорошая система охлаждения спасает ситуацию. Кстати, здесь опять хочется передать привет экспертам из некомпетентного канала, которые заявляют, что более чем 3 фазы являются избыточными. Также хочется пояснить им разницу в питании видеокарт GTX 1060 от 6 и 8 пиновых разъемов дополнительного питания, чтобы они больше не засрали уши людям всякой дичью. Питание видеокарт от 6 пин говорит нам о том, что карта берет половину необходимой мощности из флота PCI-Express, а вторую из 6 пина. В то же время у видеокарт, что запитываются от 8 пинового питания, вся необходимая мощность поступает из-за этого разъема. И как по мне, такая прямая запитка видеокарт из блока питания намного лучше, чем одновременное запитывание от двух разных источников. Если же говорить про выбор между 3 и 6 гиговыми версиями видеокарт, то ответ я думаю очевиден. Конечно же нужно брать 6 гиговую версию, пусть даже прирост от дополнительных 3 гигабайт сейчас небольшой, но в будущем он будет только увеличиваться. И еще один момент. Сложно говорить про качество вентиляторов, так как эту информацию собрать и достоверно обработать не представляется возможным, а судить по отзывам пользователей или даже моих подписчиков, мнения которых очень сильно отличаются между собой, еще сложнее. Также я не буду оценивать карты по стоимости, так как везде их стоимость разная и нужно ориентироваться по ситуации. Итак, давайте перейдем к реальным видеокартам. Пойдем по алфавиту и начнем с бренда Asus. У Asus на данный момент есть 4 различные между собой видеокарты в линейке 1060. Первая это обычная версия GTX 1060 с 5 фазами питания и маленьким алюминиевым радиатором с 4 тепловыми трубками, но охлаждается только чип видеокарты. Также эта плата устанавливается в видеокарте версии Phoenix Fan, у которой маленький радиатор без тепловых трубок и только один вентилятор. Также в ассортименте Asus есть карты с 5 фазами питания. На них установлены алюминиевые радиаторы большего размера, но в них встречаются только две тепловые трубки. Карты с белым защитным кожухом радиатора называются Dual, а в черном цвете эти карты называются Expedition. Третья развитность карт 1060 это карты Turbo, которые повторяют дизайн референсной карты, но не 1060, а 1070. Лично мне турбины из системы охлаждения не нравятся, о чем я расскажу позже. И четвертая карта это Strix, копия версии 1070 Strix. И если эти карты в им рейтинге GTX в 1070 и 1080 заняли далеко не первое место, то в линейке 1060 это пожалуй чуть ли не лучшие карты. Хорошая система питания с 7 фазами подкрепляется большим медным радиатором с 5 трубками, который охлаждает не только чипы, но и зону VRM. Правда с охлаждением памяти беда, ну а для тех кто думает, что вот эта пластинка охлаждает память, спешут разочаровать. Это просто пластинка для придания жесткости конструкции, так как радиатор достаточно массивный. Идем дальше. В этом обзоре будут появляться карты, про которые я упомянул лишь вскользь. Одна из таких видеокарт BioStar GTX 1060. Проблема заключается в том, что просто не реально найти на них какую-то информацию, а найти их в продаже на рынке СНГ наверное еще сложнее. Если все таки у вас появится возможность и желание ее купить, то знайте, что это темная лошадка и как она себя поведет со временем не ясно. Следующие видео адаптеры которые мы рассмотрим будут от EVGA. Для тех кто не знаком с этим брендом или мало знаком и поэтому опасается брать продукцию этой компании, нужно пояснить один момент. По непонятной мне причине EVGA интересует рынок только Америки. Если к примеру Asus это бренд номер один по видеокартам в мире, то в штатах номер один как раз EVGA. Это самый любимый бренд в первую очередь из-за достаточно хорошего качества продукции и лучшего сервиса среди остальных брендов на территории США. Итак, все видеокарты EVGA делятся в основном на две серии. Первая это обычный гейминг, которые могут быть стоковыми или оверклокнутыми с завода, или даже супер оверклокнутыми по версии EVGA. Но суть одна, все эти карты построены на референсной плате, на которую натянули фирменную систему охлаждения от EVGA. Вторая серия это карты с фирменной платой FTW, у которой хорошо продумана система питания и значительные размеры системы охлаждения. Но в линейке видеокарт GTX 1060 они почему-то поленились и маленькую референсную плату 1060 от Nvidia и засунули в видеокарту 1060SC, у которой убогая система охлаждения, хоть и медная, а во всех остальных видеокартах GTX 1060 они вместо фирменной платы серии FTW установили платы референсного дизайна от 1070, но со всеми распаянными фазами на плате, что все равно в итоге хорошо сказалось на производительности. Теперь поговорим про карты Galaxy. Раньше они назывались Galaxy, но Samsung выкупил у них этот бренд. Также эти карты могут быть вам знакомы под брендом KFA2. Этот бренд был создан специально для европейского рынка. Как и у других производителей, у Galaxy есть свои разные варианты карт. Первая эта карта без названия и выполнена в стиле референса. Только она построена не как Asus'овская на GTX 1070, а на плате 1060. Опять же про такие системы расскажу, когда буду рассказывать про референсы. Вторая карта тоже основана на референсной плате 1060 и называется Gamer. Обзоров на нее я не нашел, но и так понятно, что система питания посредственная, как и система охлаждения и годится такая карта только для маленьких корпусов. Третья карта именуется как EX и кстати также бывает ее разогнутой версией EXOC и выпускается она в двух цветовых вариациях. А основана она на плате с пятью фазами питания, которую охлаждает алюминиевый радиатор с двумя тепловыми трубками. Система охлаждения у нее несколько лучше, чем у аналогичной карты Asus Dual, так как у радиатора есть большая медная подложка и к тому же зона VRM охлаждается отдельным небольшим радиатором, но все равно такая система охлаждения далеко не идеал. Также в линейке Galaxy есть еще одна карта без названия с похожей, но более скромной системой охлаждения, чем версия EX и имеет на плате только четыре фазы питания. А вот пятая карта это прямой конкурент видеокарты Asus Strix. Восьмифазная плата охлаждается массивной системой охлаждения, но память VRM охлаждается не радиатором, а пластинами, которые к сожалению не контактируют с радиатором, как это у видеокарт EVGA. Еще одна темная лошадка в этом обзоре это карта от известного производителя оперативной памяти JL. Судя по тому, что я увидел, особого внимания эта карта не заслуживает, так как это чистой воды видеокарта Inno 3D Twin X2 с видоизмененным кожухом радиатора, о которой я расскажу позже. Ну а теперь настал черед и Gigabyte, и здесь опять нужно сделать одно уточнение. Бренд Aorus, это Gigabyte, был, есть и будет. Поэтому я и не начинал свой рейтинг с Aorus. По сути Aorus это в прошлом Extreme серия карт от Gigabyte, которые выделили в отдельную бренд по ряду причин. Первая это набить ему цену. Вторая это попытаться избавиться от некоторых негативных мнений про шумящие дроссели и плохие вентиляторы, которые преследуют Gigabyte уже давно. И третья причина этого пытаться выдать бренд Aorus за оверклокерский. Но проблема в том, что оверклокерских компонентов в Aorus не устанавливают. Ладно, поговорим о конкретных картах, которых у Gigabyte много. Первая платформа, на которой базируются сразу две карты, это короткая плата с пятью фазами питания. Одна из этих карт GTX 1060 mini. У нее маленький радиатор, который умудряется охлаждать и чип, и память и VRM зону. Но не распаяна одна из фаз питающих чип. А вторая карта это 1060 Windforce. У нее все фазы на месте и радиатор заметно большего размера, который охлаждает чип и память, а зону VRM охлаждает маленький радиатор. Вторая платформа заимствована у видеокарт GTX 1070 1080, но не распаяны две фазы питания GPU и одна фаза памяти. А комплектуется эта платформа алюминиевым радиатором с еще большим размером, чем карты Windforce. Простая версия маркируется Label D5, а более разогнанная с завода известной маркой G1. Третья платформа разработана уже специально для карт 1060 и на борту платы 7 фаз питания. Особенностью этих плат является то, что сами фазы перенесены к решетке видеовыходов для более эффективного отведения тепла из корпуса компьютера. Эти платы комплектуются большими алюминиевыми радиаторами с тремя вентиляторами. Правда, есть один нюанс. Карты Aorus, ну обычная ее версия, имеет все 7 фаз питания, а карты G1 Rock только 5 фаз. И самая топовая карта Gigabyte в линейке GTX 1060 это карты Aorus Extreme Edition. Они базируются на восьмифазовой плате питания, но распаяны только 7. А комплектуются эти платы громадными системами охлаждения, занимающими высоту аж 2.5 слота, что присуще обычно картам более высокого ценового диапазона. Крепитесь мужчины и леди, это была только половина рынка видеокарт. Далее у нас карты от компании Inno3D. И по традиции начнем с обрезков. Карты Compact базируются на референсной плате 1060 и комплектуются маленькими радиаторами, которые охлаждают только чип, а зону VRM охлаждает дополнительный маленький радиатор и все это обдувается одним вентилятором. Кстати у этой карты есть два разных варианта исполнения защитного кожуха радиатора. Следующая карта под названием Twin X2 уже базируется на скромной плате собственной разработки с четырьмя фазами питания. И это именно та плата, на которой базируются карты Jail. Так что если у вас будет выбор между картой от Jail или Twin X2, то я не вижу смысла переплачивать за бренд Jail. Третья карта называется Gaming и опять базируется на референсной плате, а в этот раз не на 1060, а на 1070. Если же говорить за систему охлаждения, то здесь все достаточно хорошо. Никелированный алюминиевый радиатор покрывает все основные элементы и неплохо охлаждает карту в целом. И самый топовый вариант от Inno 3D это карты iChill X3. И вот здесь владельцев может ожидать сюрприз, так как есть карты основанные на фирменной плате с четырьмя фазами, а есть карты основанные как и Gaming на недораспаянных референсных платах 1070 или 1080. Второй вариант конечно же предпочтительнее. Охлаждается это дело длинным никелированным алюминиевым радиатором. Да, кстати у Inno 3D есть карты Black, у которых чип охлаждается не обслуживаемой водянкой, но я бы не рискнул брать такую систему охлаждения от Inno 3D. Китайский бренд Manly мало кому знаком, так как его продукция редко встречается на просторах СНГ. И скорее всего потому, что ничего особенного в видеокартах от Manly нет. Это в основном референсные платы с недорогими и не очень качественными системами охлаждения. Но в серии Car 1060 они изменили своим традициям и закупились пятифазными платами от Zotec, про которые я расскажу позже. Система охлаждения карт Галарда представляет из себя небольшого размера алюминиевый радиатор, который охлаждает все основные элементы. Теперь поговорим про MSI. Она является самой плодовитой по количеству разных моделей, которые по сути бабла чем отличаются друг от друга. Самыми маленькими являются карты Aero. На первый взгляд может показаться, что они построены на референсных картах 1060. Но это не так. MSI разработала очень похожую на референс 4х фазную плату, но применила вместо 1 москета на каждую фазу по 3 для более эффективного распределения тепловой нагрузки. Ведь системы охлаждения у них достаточно маленькие. Алюминиевый радиатор с одной тепловой трубкой охлаждает чип, а маленький радиатор с зону VRM. На немного измененной, но тоже 4х фазной плате MSI выпускает почти полную копию карт Aero. Но в одних случаях они или не имеют названия, или называются iGamer. Система охлаждения тоже аналогичная, но немного видоизменен защитный кожух радиатора. Далее поговорим про 8-фазную плату, на которой распаяны только 6 из них. Эти платы используются для таких карт как Armour, Gaming и Kama Squad. Есть конечно же предпочтение на стороне карт Gaming и Kama Squad, так как их радиаторы медные против алюминиевого у Armour, также больше тепловых трубок, да и пластина поболее и пытается как-то охлаждать и память и VRM зону. Но как всегда это пластина не касается радиатора, так что скорее всего это минус чем плюс. И вот мы добрались до карт от Nvidia, Founders Edition. Как уже было сказано ранее, платы имеют на борту только 4 фазы и видно, что даже сама Nvidia, как это у нее часто бывает, поленилась распаять мосфеты во всех посадочных местах, для снижения нагрузки на каждую из них. Но больше всего в референсах, как и в подобных им картах, мне не нравится турбинная система охлаждения. Во-первых, это намного шумнее и менее эффективно, чем обдув двумя или тремя вентиляторами, как у карт партнеров. Во-вторых, сама турбина съедает большой кусок пространства, где мог бы располагаться радиатор, что было бы гораздо эффективнее в плане охлаждения. Но если в слабых картах это еще приемлемо, то вот в картах 1070 и выше я такое не приветствую. И вот настала очередь поговорить про карты Polit. Кстати, для тех кто не в курсе, бренд Gainward принадлежит Polit и продвигается в Европе отдельно от Polit, поэтому их ассортимент полностью идентичен. Первая рассматриваемая карта, на борту которой 4 фазы, является основой для видеокарт StormX и Dual. Если у Dual радиатор еще более-менее, то у StormX самый убогий из всех, что я видел. Здесь кстати нужно отметить, что карты Pnew GTX 1060 это полная копия карт Dual. А вторая карта основана на плате с 5 фазами, но распаяны из них только 4 и применяются они в картах Jetstream у Polito или Phoenix у Gainward. Эти карты обладают большими системами охлаждения, высота которых занимает аж 2.5 слота, где медный радиатор покрывает все основные элементы видеокарты. Эти карты являются яркими представителями того, как плохую систему питания спасает крутая система охлаждения. И в итоге эти карты показывают нормальную производительность. И последние карты в сегодняшнем рейтинге будут от компании Zotac. Она тоже не популярна на просторах СНГ, так что многие к ней относятся с опаской, хотя ее продукция достаточно качественная. В основе всех карт GTX 1060 от Zotac, а также в картах Manny Gallarda лежит плата с 5 фазами производства Zotac. Самую маленькую карту под названием Mini охлаждает радиатор аналогичный тому, что установлен на картах Politstorm X, что крайне плохо. А вот остальные карты охлаждаются радиаторами большего размера, у которых имеются тепловые трубки. Но все равно эти радиаторы не поражают воображение своими размерами, как это делают карты Asus Strix, Aorus Extreme и некоторые другие. Ну и в заключении, перед тем как я покажу вам итоговый рейтинг, хочу чтобы вы обратили внимание на этот график. Это тест на стабильность видеокарт под нагрузкой. Да, здесь нет и половины рассмотренных мною карт, но это и не важно. Важно уловить суть, которую я рассказывал ранее про эффективное распределение нагрузки и систему охлаждения. Итак, самый топ из этих карт законно занимает Asus Strix, как карта с самой большой системой охлаждения и хорошей системой питания, стабильно держащей частоту, в результате чего покупатель получает стабильную производительность в любое время. Далее мы видим, что ей пытается составить конкуренцию карты PolyJetStream. Но у нее это плохо выходит, так как несмотря на хорошую систему охлаждения, ничем не уступающую Asus Strix, а может наверное даже и получше, стабильности в ее производительности вообще нет. Похожую нестабильность показывают карты с аналогичными системами питания Nvidia Founders Edition и EVGA SC, так как их системы охлаждения просто не справляются с нагревом в зоне VRM. По итогу карты EVGA FTW и Inno3D Gaming с более скромными системами охлаждения, но лучшим рассудением нагрузки по фазам питания обошли карту PolyJetStream по стабильности, а значит и по производительности. Так что мой личный топ видеокарт GTX 1060 выглядит именно так, а соглашаться с ним или нет это уже ваше решение. На сегодня это все что я хотел вам рассказать, надеюсь моя информация была вам полезна и в будущем вы будете делать правильный выбор. Субтитры сделал DimaTorzok